Здравствуйте! Меня зовут Ирина Кузнецова. С вами Практика ТВ. И сегодня мы с вами научимся вязать одну из техник петчворка под названием Интарсия. Это такие удивительные ракушки. Вот можно посмотреть, как они выглядят в общем на изделии. Посмотрите, пожалуйста. И сейчас я расскажу, как это можно будет изготовить, сделать и отвязать. Значит, по классическому методу набираем с вами нечетное количество петель. Я буду набирать 15 для образца. А вы уже сами там решите в дальнейшем, сколько нужно вам петель, какого размера нужна ракушка. Вы уже, пожалуйста, смотрите. Классический набор петель. Нечетное количество. Вот еще одну петельку. 15 штук у нас с вами получилось. Теперь по классическому, опять же, методу вязанию. Первая кромочная петля снимается. И вяжем первый лицевой ряд лицевыми петлями. Можно даже его назвать, по идее, как в петчворке формировочной. То есть мы сейчас сформировали, отсчитали. Этот ряд можно даже посчитать. То ли количество петель. И последняя петля, кромочная, я вяжу изнаночной. Разворачиваемся. Сейчас начнем в конце ряда делать закрытие двух последних петель. В изнаночном ряду провяжем. И последние две закроем. Значит, первая петля у нас снимается. Отвязываем до конца ряда. И последние две петли закрываем. И сейчас я вам покажу, как я их закрываю. Медленно, чтобы вам было понятно, как идет закрытие последних двух петель. Вот они, две изнаночные петли. Я беру. Две вместе закрываю. В конце ряда. И точно так же разворачиваю. Так. В конце ряда мы с вами уже на лицевой стороне закроем последние две петли. И таким образом вы вяжете полностью, закрывая в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного последние две петли до образования одной. У нас с вами получится треугольничек. Итак, вы продолжаете. Вяжете, закрываете последние две петли, чтобы вывести вот в такой треугольник. Продолжаем вяжем. У нас с вами не так много петелек для этой ракушки, для треугольничка. Поэтому он быстро у нас с вами закроется. Итак, я нахожусь на девятом ряду. Это у меня изнаночный ряд. Сейчас в конце ряда так же закрою две последние петли изнаночной петлей. И разворачиваюсь. Разворот. Продолжаю закрывать петли в конце ряда. На лицевом ряду, смотрите, лицевой петлей две последние. Ну, соответственно, на изнаночной также изнаночной петлей закрываем последние две петли. И уже у нас с вами получается. Смотрите, пока еще трапеция. До треугольника мы дойдем в итоге. Закроем последние эти петли. Также равномерно в конце ряда. Последние две. Помните, что они закрываются в конце ряда. Скоро получится у нас с вами треугольничек. Вот уже три петли. Вот уже две петли. Смотрите, последние две петельки я покажу, как закрыть. Как протяжку. Сняли петельку. Следующую, последнюю, отвязали кромочную. И протянули через первую снятую петлю. Вот так закрывается последняя петля. У нас с вами образовалась одна петля. Так вот, теперь я вас научу, как на этом треугольнике нужно набирать петли, чтобы это было непрерывное вязание. Вот по этой стороне я должна буду набрать 15 делим пополам. Они не делятся одна. У нас всегда получается петля лишняя, но она необходима, потому что в конце, видите, на вершинке треугольника она должна остаться. Значит, мы делаем набор петель. Можно сделать по стенке с левой стороны треугольника. По лицевой стороне это важно делать. Я обычно поднимаю петельку вот из вертикально стоящих, вот посмотрите, вот они хорошо сейчас видны, вот эти петельки. Прямо отсюда и делаю набор. Значит, сделаю я набор 7, может быть даже 8 на одну сторону. И воздушным набором продолжу 7, потому что здесь у нас одна уже есть, 2, дальше идем, 3. Если не очень удобно вам работать с помощью спицы, я беру в помощь крючок. Посмотрите, пожалуйста, крючком очень удобно поднимать и на спицу насаживать уже получившуюся петлю. 4, 5, 6, здесь вот возьму тоже. Здесь такое не очень корректное введение этих петелек. Вот смотрите, у нас уже с вами 7. И 8 я возьму сразу с начального ряда, с наборного, 8. И теперь воздушным набором набираю еще 7 петель, так как треугольник, помните, у нас с вами находится на 15 петлях. Значит, еще 7 воздушным набором. Но когда вы используете воздушный набор, здесь уже не существует классическое правило. Первая петля снимается, а первую петлю мы с вами обязательно должны провязать. Вот так первая петля провязывается, но это только при воздушном наборе. Дальше по классике. Значит, этот изнаночный ряд я отвязываю как формировочный. Отсчитываю, столько ли у меня петелек здесь находится. 15 на которых я буду работать. И вы считайте. Для этого он и существует. А уже со следующего ряда я начну закрытие, опять же, петель в конце ряда. Смотрите, как расположены петли, чтобы вам удобнее было провязывать. Вот они, смотрите, 15 петель. Вот такое вот здесь чудо появилось. Но мы их опять же начинаем закрывать, как и в предыдущем треугольнике. В конце ряда. Вот начинаем здесь с лицевого ряда. Закрытие. На лицевом ряду у нас с вами также закрытие последних двух петель идет лицевой петлей. Разворачиваемся на изнаночном ряду у нас с вами также будет закрытие двух последних петель. И изнаночной петлей. Так, у нас с вами осталось пять петель на нашем треугольничке. Также продолжаем до закрывать. То есть полностью нам нужно закрыть до образования одной петли. Это мы с вами делаем, провязываем, закрываем. Вот уже три петли. Вблизимся уже к концовке треугольника, к конечности его. Так, помните, еще раз повторяю, как закрыть последние две петли. Значит, провязываем кромочную изнаночной петлей и делаем протяжку, укрываем первой кромочной. И тогда у нас получается с вами одна последняя петля. Значит, у нас с вами получилось два треугольничка. Посмотрите, пожалуйста. Вот они немножко тут закручиваются. Но я вот так пальчиками подержу. На вершинке второго треугольника осталась петля. Она идет в счет уже нового треугольника. Помните, что по левой стороне треугольника набираются 8 петель. Воздушным способом продолжается вот в этом месте набор еще 7 петель. Так как треугольники мы вяжем с вами на 15 петлях. Вы уже сами выбирайте, сколько вам нужно петель, какого размера должен быть треугольничек. Вот здесь они намного больше. Здесь совершенно другие петли, количество петель. Поэтому ваш выбор, пожалуйста, что можно связать в этой технике. В этой технике можно связать все. Начиная там от шапок и заканчивая носочками. Так как эту технику легко выполнить будет и по кругу. Когда вы отвяжете объем, который вам нужен, присоединитесь в конце к первому треугольнику. Вот таким образом вяжется эта техника под названием интарсия. Продолжение следует... Продолжение следует...